Я не могу лезть в детали и говорить там о каких-то вопросах пересадки, там почек, что именно, какая там у него почка и так далее. Но я, какой вопрос, если Россия победит в этой войне, как думаешь, как сложится судьбой тех, кто поддерживал Украину? Так, а можно неприятный вопрос задать? Можно. Как ты собираешься строить демократию, когда у чеченцев все в гораздо большей степени построено на силе, чем у русских? Но даже у русских не вышло. Так, а можно неприятный вопрос задать? Можно. Как ты собираешься строить демократию, когда у чеченцев все в гораздо большей степени построено на силе, чем у русских? Но даже у русских не вышло. Ты рыл в это, веришь? Аноним, а кто тебе сказал, что я собираюсь строить демократию? Это тебе надо спросить у тех людей, которые собираются строить демократию. Я не знаю, что они там подразумевают под демократией и как они собираются это у нас построить. Я не тот человек, который вообще собирается что-то строить. Ты меня, видимо, с кем-то путаешь. Я человек, который хочет вернуть, желает этого, это просто мои желания. Я хочу просто вернуть то, что есть. И то, что есть, потом это исправлять как-то, дорабатывать. Если мне будет суждено участвовать в таких процессах, я с удовольствием, конечно, в этом принял бы участие. Но я не тот человек, который что-то строит. У нас уже есть построенное и отобранное у нас, оккупированное. Нам просто нужно это вернуть. А дальше уже, да, там у нас тоже, конечно, не то, что не идеально. Там очень много всевозможных проблем, ошибок. Так как государство, оно было сформировано наспех в результате крушения Советского Союза, в результате вот этого парада суверенитетов, процессов, которые шли очень интенсивно, очень быстро. И мы тоже должны были, вынуждены были очень быстро проводить какие-то важные государственные процессы, какие-то вещи. Типа принятие Конституции, допустим, принятие каких-то законов, устройства сдержек и противовесов, разных ветвей власти и так далее. Понятно, что мы это все вынуждены были делать наспех. Как и Россия, в принципе, тоже делала это наспех. И они по сегодняшний день что-то у себя исправляют. Правда, исправление идет, конечно, не в лучшую сторону, как, например, недавний референдум по внесению поправок в Конституцию, который прошел в России. То есть представьте, сколько лет прошло, 30 лет прошло, и до сих пор идут какие-то процессы. Понятно, что у нас тоже, конечно же, это все надо будет дорабатывать. Но в целом мы ничего строить не должны. Мы уже построили. И вот то, что построили, мы можем это модернизировать, мы можем это реформировать. Но когда мы говорим о том, что Тумсо собирается что-то строить, то это выглядит так, как будто бы Тумсо будет революционер. Как будто бы он выступает против существующего. Нет, Тумсо ни в коем случае. Да, Тумсо, может быть, и выступает за какие-то реформы. Но сейчас даже говорить об этом как-то рано, говорить о каких-то реформах. Чтобы говорить о реформах, сначала нужно вернуть то, что есть, и потом уже разговаривать о реформах. Так что Тумсо ничего строить не собирается. Ну, разве что дом, может быть, себя построил, когда вернусь домой, если будет такая возможность. Такой вопрос. Если Россия победит в этой войне, как думаешь, как сложится судьба тех, кто поддерживал Украину? Так, я не знаю, как там что сложится, но я могу точно сказать, что это будет большое бедствие в целом для этого мира. Не говоря уже там про российских, про российские оккупированные, про оккупированные Россией регионы, республики. Про мусульман, проживающих сегодня, вынужденно проживающих в России. Не говоря уже о них, там понятно, что вообще для нас это колоссальный просто убыток. Но в целом это огромная проблема, катастрофа для этого мира, потому что там уже произойдет просто передел. Вот то, что было сформировано в результате Второй мировой войны, эти результаты будут полностью пересмотрены, переиграны. И это очень серьезное такое влияние в целом на миропорядок. И так сейчас, в принципе, идет изменение этого миропорядка. Когда мир потихоньку делится на две части, на две стороны. Но из-за того, что нет какой-то явной победы России, потенциала к этой победе у России, сейчас нет какой-то активной поддержки России от каких-то серьезных таких держав, наподобие Китая, например. Но если такое представить себе, что Россия прям явно пошла к победе, то нам, конечно же, стоит ожидать, что и будут те, кто сегодня пытаются балансировать, допустим, как-то откровенно Россию не поддерживают, но и против нее не хотят идти. И такие страны, конечно, в легкую вместе с Россией образуют такую антизападную коалицию. Это вполне возможно. Поэтому это будет очень плохо в целом для мира, я думаю. Очень бы не хотелось, чтобы такое произошло. Рамзан Кадыров вышел в эфир, показал на себя, после стольких слухов о его тяжелом состоянии, после такого перерыва в выходе на аудиторию, если вы помните, он не показался ни во время этого мятежа Пригожинского, ни поздравил народ с праздником Айдаль-Адха, праздник Желтого Приношения. Все это время его никто не видел, и было очень много слухов о том, что он находится в тяжелом состоянии, не может даже разговаривать. Были такие инсайды, и вот, наконец, Кадыров нам показал себя, и бонусом показал нам еще Дилимханова. Так, в холодном поту сидит, знает, что его ждет после победы и рассвета Украины над Порошкой. Да, я думаю, здесь дело даже не в том, что там Украине и так далее. У него, в принципе, сейчас состояние здоровья оставляет желать лучшего. И даже если представить, что там все в Украине закончилось бы так, как хотят они, все равно состояние здоровья вряд ли его поправит. Поэтому ему сейчас нужно, я думаю, заниматься, интенсивно заниматься своим здоровьем. Многие задаются вопросом, когда говоришь, что это проблема с почками, почему бы им, почему не пересадить, допустим, почему он не пересадит себе почки, какие для него проблемы, допустим, при его-то возможностях произвести пересадку почек. Я не знаю, это надо, эти вещи надо обсуждать с врачами, какие-то моменты, но я приблизительно понимаю, что не все так просто, что пересадка, она тоже как бы, там есть какие-то параллельные какие-то процессы, которые препятствуют этому. То есть там все возможно. Я здесь, конечно, не специалист. Но я, как любой нормальный человек, наблюдательный, тем более очень пристально наблюдающий за Кадыровым, я, конечно, очевидные проблемы со здоровьем, его не замечать не могу. Я не могу лезть в детали и говорить там о каких-то вопросах пересадки почек, что именно, какая там у него почка и так далее. Но я, как человек, имеющий общие какие-то представления о работе почек, о состоянии здоровья человека, я могу сделать вывод, что его вот эта полнота, это не естественная какая-то полнота, это явно переизбыток жидкости. И очевидно, что такое происходит, когда почки не справляются со своими функциями. А вот уже всякие детали, кому это интересно, надо показать это специалистам и поговорить с ними. Психология очень сильно влияет на физическое здоровье, поэтому у него оно могло пойти вниз из-за того, что он начал ожидать будущих проблем. Да, это я, конечно, согласен. В целом, какой-то эмоциональный фон, он, конечно, сильно отражается на состоянии здоровья человека. Да, это я не отрицаю. Да, конечно, если дела будут идти плохо, то это вряд ли будет способствовать выздоровлению человека, если он постоянно будет думать о плохом. Я думаю, вот эта ситуация с Пригожиным, это, наверное, вряд ли это создало какой-то хороший эмоциональный фон. Не думаю, что это он так болеет после мятежа. Верховный командир Тунсо. Перформанс. Не, не, он заболел. Ну, проблемы со здоровьем у него начались еще до этого мятежа. Он уже плохо очень стал выглядеть. Видно было, что у него отеки. Он уже такую активность, как раньше, публичную он не проявлял. Он же раньше постоянно нас запаривал своими какими-то эстафетами. Что-то там. То он бегал, то он на велосипеде ездил, то он какие-то штанги тягал, то отжимания делал. А тут у него резко такое изменение произошло в внешнем виде. Он стал тяжело дышать, стал еще хуже разговаривать. Он и так не блистал красноречием. Тут вообще как-то видно, что плохо разговаривает. Субтитры сделал DimaTorzok